Сегодня мы готовим шаурму или шаверму. Не знаю, как ее, кто называет. Для приготовления нам понадобится полкино куриного мяса. Мы будем использовать филе бедрышек. Оно более сочное. Можно, в принципе, филе куриное использовать. Мы сейчас его замаринуем. Я покажу, как будем мы мариновать. Причем сегодня готовлю не я, а мой сын и его девушка Светлана. Потом, значит, для соуса нам понадобится соевый соус, сметана, кефир, специи. Это мы все по ходу покажем. Для начинки мы будем использовать помидоры свежие, огурцы свежие, салатик. И все завернем в тоненький лаваш. Ну, чего, давайте подготовить. Свет, ну, чего, мы сейчас нарежем миленько, ну, как вот, знаете, как, такими дольками. Куриное мясо. Так, Свет, ну, что у тебя? Да, вот так вот. Очень хорошо использовать пакетик вот такой киевский. Я вам уже часто его показывала. Невчонки, будете в Икеа, обязательно приобретите. Туда вот все складываем. Венес, туда соевый соус надо будет немного. И специи положить. Пусть прям сладко туда скидывать. Чесно, да. Карри. Можешь ложку. Целую? Да. Карри можно побольше. Чеснока. Только оставь. Чеснока, сколько надо? Чеснока, нормально. Красная перца, ну, это, наверное, пол чайной ложечки. Да, а то вдруг это. И соль у соуса. Да. В принципе, по вкусу, ну, так наливай, чтобы... Но соль не будем добавлять. Все, нормально. Все дело, закрываем двойной зип-замок, который не даст ничего не протечь. И перемешиваем. Сколько должно лежать? Полчаса. Полчаса. Делаем соус. Сколько? Пару ложек? Пару ложек сметанки. Так, и сейчас майонез туда добавим. Ну, Денис, конечно, в идеале нужен домашний майонез. Ну, ладно, у нас... Одну ложку. Не-не-не, майонез прям выдавливает туда, Денис, нормально, чтобы так было. Сколько? Половину? Чуть меньше половины. Ну, так перемешаем, потом посмотрим. Все те же специи. Да, да. Чеснок? Чеснока побольше, можно ложечку. Пусть будет чесночный такой. Ну, перец, кари побольше, пару ложечек можно. Он цвет даст и вкус. Вообще, лучше кари, ой, не кари, а каркума. Но я не нашла в магазине. Так. И добавляем кефир. Да, ну, знаешь, как вот это? Ты все не добавляй, Свет? Денис, размешай ложкой. И смотри, чтобы она все-таки... Ну, майонез должен такой, это, соус довольно-таки жутковатый быть. Не вот совсем, чтобы... Думаю еще. Ну, да, вот нормальный, кстати. Даже можно... Может, еще немножечко? Чуть-чуть еще. Ага. И мне кажется, кари можно, наверное, еще добавить. Свет, чтобы поярче. Ну, мы потом его еще попробуем. Если он будет не соленый, можно его посолить. Или майонеза немножко добавить. Я думаю, все будет в порядке. Ну, я тоже так думаю. Он сейчас должен настоять, чтобы все соединилось. Вот полчаса у нас мясо маринуется, и полчаса вот сейчас это постоит. И все. И, в принципе, будем уже жарить курицу. Что ты делаешь? Бавляем вас. Немножечко, да? Я всегда немного добавляю. И, Денис, будешь выкладывать курицу аккуратно. Она в соусе. Можно брызгать. Выкладывать, наверное, не все? Или все? Я думаю, что можно, наверное, частями, да. Чтобы она прожарилась, да? Да. Потому что... Да, два-три раза, наверное, только получится, да? Ой, как чесночком пахнет вкусно. Ну, все. Ну, и так помешиваю. До улыки нормально. Так прожарим ее до готовности. Угу. Прожарим. Прожарим. Что мы с тобой делаем? Курицу пожарили, да? И пытаемся нарезать мелко мясо. В труху. В труху. Так, выкладывай соусом. Прям так. Вот так, прям вот так положи. Размаш. Так. Осторожно, а там полубит соус. Стыд, муж? Да. Так. Нормально. Свет, убери его из-под руки соуса. Пусть переживает. Курицу не замутся. Нормально, думаешь? Не мало всего положил? Может, овощей имеют? Нет? И соус, наверное, можно еще и сверху, да, Дмитрий? Тоже. Угу. Чтобы это, побольше соуса было. Потому что показано было. Прямо разрезали, еще вовнутрь соус кладут. Чтобы сочнее было. Жарить мы на сковородке будем? Да, я жарить, кстати, на сковородке, да. Подожди, что я забыла? Сыр. Следующий сыр надо. Так. Вот, что он есть. Как будто всю жизнь это делал. Только этим занимался. Давно уже не видела. Скоро филе. Вот, представляешь, если делать такую вот шурму, просто вот, да? Ну, вообще, мне кажется, все будут просто в шоке вообще. И пиво развивать. Все, больше вообще ничего не надо. Вот такая вот шурма и пиво. А сын не забудь. И будут не на среднем ездить, а вот за это. И потом у тебя сам клуб, в общем. Держи. Сыр. Надо же будет как-то выиграть. Представляешь? Ну, прикинь, если ты, обычно, если разливать, там, пиво, да? А тут ты, если будешь предлагать еще вот такую, что-нибудь добавлю. А сыр? Ну, будет наша соль. Как разливать. Пополам с ножницами я разрезала. По-больше, может, начинки-то положить. Так, там еще есть лаваш. Еще же будет 4. Ага. Или как? Или сколько будет? Ну, мы сейчас, может, 3 сделаем, пожарим их. И... Давай. Попробуем хоть, что мы сделали. Угу. Давай-то без сыров все три. Чтобы все гулять. Ага. А потом сделаем с сыром, да? Если хотим, да еще. Светлана скажет, я мало ем. Ну, давай сыр паузу. Мы ее разделим на 3 части. Эльцкор? Да. Он уже знает, что я скажу наперед. Мы сыр забыли добавить. Да, его в следующий добавим. А может быть, на 3 части эту разрежем? Попробуем сырную. Он растает сыр-то. Так. Еще можно? А. Пожалуйста. Да все, было же все. Мы вот эту попробуем просто. Ее на 3 части разделим. Ничего себе, а тебе рука какая. Икея. Зачем ты их пиаришь просто так? Они же ничего за этим не... Или просто, чтобы выглянуть, знаешь, что удобно. Ну, давай попробуем, что-то. О, хрустит. А ты что не пробуешь? Давай, бери. Что там, наготовили? Ну что, есть можно? Ребята. О, хе-хе-хе. Продолжение следует...